Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас мы с вами находимся на сайте лаборатории психофизиологического обеспечения в разделе автоматизированные методики. Буквально недели 2-3 назад было видео посвященное анонсу новых методик, которые у нас будут созданы. И это свершилось. Прошло недели 3 и на сайте появились 2 новых методики. Это в частности методика уровень нервно-психической устойчивости НПУ и уровень невротизации и психопатизации. Надо сказать, что вот тот объем методик, который представлен на нашем сайте, он является полным базовым набором методик для работы специалистов, психологов, промышленных психофизиологов. Здесь интересное примечание появилось о том, что это базовый полный комплект и соответственно такое несколько эмоциональное возможно замечание, что меньшим количеством методик пользоваться нельзя. Вот если у специалиста нет этих методик из перечисленных, то собственно нельзя сказать, что он является в полном объеме специалистом с большой буквы. И соответственно большим количеством методик пользоваться излишне. Есть конечно масса других методик. Они в разной степени надежны, валидны, но их не очень много. В большинстве сейчас такие методики плохо адаптированы, не валидизированы для российской популяции. К ним отсутствуют какие-либо нормативы и они не прошли проверку временем и практикой. Здесь вот это все изложено. Существует огромное, наверное, несколько тысяч методик из разряда какой вы любовник. И существуют подлинно профессиональные психологические и психологические методики. Вот это ядро, ядро того, чем должен, может и должен в обязательном порядке пользоваться специалист-психолог. Все остальное, ну доверия нет к остальному. То есть не валидизированы, не проверены, значит не валидны, не адаптированы к российской популяции. Ну давайте перейдем к методикам уровень нервно-психической устойчивости и уровень невротизации и психопатизации. Вот здесь вот они у меня открыты уже. То есть страница сайта 4.2 автоматизированные методики и нумерация 4.2.10, 4.2.11 это НПУ, УНП. Давайте перейдем на методику НПУ. Здесь краткое описание методики, кем она разработана, для каких целей и кем адаптирована, кем вообще эта методика создана, так скажем. Соответственно здесь две версии методики. Это двухуровневая физическая защита, стоимость методики составляет 5000 рублей. И соответственно флеш-версия, так называемая, то есть она стоит 7000 рублей. В этом случае вы от ЛПФО получаете флешку с установленной методикой НПУ. Здесь более подробное описание, как она защищена. Внизу, обратите внимание, на каждой странице по каждой методике у нас приведен набор инструкций. Инструкция для сетевой версии, полная версия, максимальная, фул-версия, так называемая, методика НПУ флеш-версия и методика флеш-версия с флешкой. То есть непосредственно установленная методика на флеш. Вот так это все выглядит. Более подробно, соответственно, об этой методике можно, конечно, почитать и познакомиться в интернете. Эта методика, архив с ней, содержит не только саму программу с этой методикой, отлично работающую, проверенную нами уже многие-многие сотни, может быть, более раз, и, соответственно, инструкции, стимульный материал, ну и, собственно, методика. Так выглядит методика НПУ. Значит, и, соответственно, методика под разделом 4.2.11, УНП, уровень невротизации и психопатизации. Признаться вам, вот этой методикой, вот у нас на сайте тут отмечено, что лаборатория существует более 13 лет. Я начал свою трудовую деятельность в области психиатрии 16 лет назад, затем ушел в лабораторию, погрузился с головой. И, соответственно, этими двумя методиками я пользуюсь, наверное, с самого начала своей профессиональной деятельности, как методикой УНП, НПУ вернее, так и методикой УНП. Они использовались мной на протяжении всех этих 16 лет. То есть я ими пользовался с самого начала своей профессиональной деятельности. И они себя абсолютно надежными зарекомендовали. Они действительно валидны и надежны. Они действительно измеряют то, что должны измерять. То есть это методики, которым можно доверять в полном смысле этого слова, во всех смыслах этого слова. Ну и в частности методика УНП разработана в Ленинградском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени Бехтерева с целью диагностики неврозов и психопатии. Замечательно работающая методика. Она действительно показывает истинное положение дел у человека с нарушениями социальной адаптации. То есть имеется ввиду психопатиями. По старинке это называется психопатией. Сейчас говорят о социальной дезадаптации. И соответственно она является прекрасным инструментом. Причем не только, я знаю таких специалистов, не только психологов, но и психотерапевтов, психиатров, которые в клинике неврозов применяют активно эту методику с целью выявления дифференциации прежде всего от большой психиатрии, выявления каких-то невротических проявлений. И она является, можно сказать, такой ведущей методикой. Вот человек пришел, еще ничего непонятное неизвестно, медицинский ли психолог, психотерапевт ли психиатр, продвинутый, некоторые психиатры ее используют. Они же выше психологов, да, то есть они психиатры, а медицинские психологи, ну так, где-то вот они там у основания пирамиды. Но одним словом, медицинские психологи, психотерапевты, психиатры, они применяют эту методику в первичной и периодической оценке изменения состояния человека, когда они, эти пациенты, испытывают какие-то проявления, прежде всего, в основе всего, да, тревоги, невротизации, каких-то нарушений поведенческой сферы и так далее, и тому подобных вещей. Очень работоспособная, полностью работоспособная методика. Ей можно дать пять с плюсом по поводу ее работоспособности. Ну и возвращаясь немножко назад, все, что было сказано о методике уровень невротизации и психопатизации, с той же самой степенью можно сказать и о методике НПУ. Также тут представлена сетевая версия, она может работать как локально, так и по сети, вполне отлично настраивается. Ну и кроме того, соответственно, существуют флеш-версии. Флеш-версия без флешки, которую вы можете докупить самостоятельно и спокойно установить на эту флешку, эту методику, зарегистрировать ее. И, соответственно, лаборатория может поставить версию с флеш, то есть непосредственно нашими специалистами, программистами эта методика будет установлена на эту флешку, и вы получите ее в пакетике почты России. Вот, собственно, все, о чем я хотел сказать. Две новые методики, абсолютно надежные. Вернусь на главную страницу автоматизированных методик. Абсолютно надежные, проверенные временем, валидные. В ближайшее время появится еще несколько новых методик, также, которые можно отнести к такому ядерному базовому комплексу тех диагностических инструментария, которым должен пользоваться каждый медицинский психолог, психофизиолог. Нет этих методик. Извините, чем вы работаете? Карточками Люшера, минимульт ММПИ на 71 вопрос, карточки Люшера использовать нельзя, минимульт использовать нельзя, и об этом я много-много раз говорил в своих предыдущих видео, а вот этим пользоваться набором можно и нужно. Обязательно. Он должен быть на компьютере у каждого специалиста-психолога. Без этого всего работать человек не может. Я сейчас не говорю о каких-то качественных количественных методиках, патопсихологических прежде всего. Это вообще не обсуждается. Без патопсихологических методик специалист не специалист. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!